Сначала я сформулирую саму теорему, основная теорема алгебры. Ну, здесь говорится, что для любого многочлена p от x с комплексными коэффициентами, то есть если у нас есть многочлен a0 плюс a1x плюс и так далее, a1xn, где акаты это комплексные числа, для него у него найдется хотя бы один комплексный корень. Я начну с утверждения, мы начнем доказывать сначала с простого утверждения, которое понадобится в основном доказательстве. Обозначим его за пункт один. Сейчас, одну секундочку, одну секундочку, оставите, пожалуйста. Вот точно любого многочлена. Ну, нужно сказать, что ant не равно 0. Ну, а мало ли. Ну, еще n больше 0. Да, вот n больше 0. Да, вот это хорошо. То есть степени больше 0. Хорошо. Мы доказываем сначала простого утверждения, что при модуль Z, стремящемся к бесконечности, модуль p от z стремится к плюс бесконечности. Хорошо. Ну, без ограничения общенности мы можем считать, что p от z – это новочлен со старшим коэффициентом 1. Так, тихонечку. Если p от z, то справа должно быть задание x. Или слева x. Да, 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 извините. Так. Да. Сначала мы распишем это как zn умноженное на 1 плюс, здесь получится i-1, z на z. И мы знаем, что вот все это стремится к нулю при модуль Z, стремящемся к нулю. К нулю? Ой-ой-ой, бесконечности, извините. Ну, по определению предела это означает, что для любого эпчела мы его положим, 1, 2 существует, например, k больше 0. Такая, что все это вырождение, ну, для любого, конечно, z, модуль Z меньше, чем 1, 2. Подождите, вообще ничего не понимаю. Для любого модуль Z меньше, во-первых, для любого модуль Z вообще нельзя сказать. Выбираем мы Z, а не модуль Z. Ну, для любого эпчелона больше нуля, существует такое k больше нуля. Да. Все это вырождение, ну, больше k. Вообще ничего не понял. Вы написали, что это выражение стремится к нулю при модуль стремящемся к бесконечности. А теперь вы пишете, что оно больше чего угодно. Извините. Да, да, да. Нет, что-то тут воля ваша… А для любого Z, что модуль Z больше k, все это выражение меньше, чем эпчелон. Так, а это ближе к делу. Так. Ну, мы берем эпчелон равный 1, 2. Чуть-чуть, чуть-чуть. Видимо, модуль этого выражения меньше, чем эпчелон, потому что само выражение комплексное. И больше и меньше быть не может. Да. Ну, это означает, что все выражение в скобках, в скобке… Вы его напишите. Есть время, есть место. А иначе невозможно понимать. Выражение, какое выражение, то выражение, все, то выражение… Выражение 1 плюс i минус 1, деленное на Z плюс и так далее, а 0 на Z в n-ной степени. Это будет уже… Но если считаем, что это меньше 1, 2, то это можем считать уже больше 1 минус 1, 2. То есть больше 1, 2. А, 1 минус 1, 2 равно 1, 2, извините. Так нельзя писать. Извините. Так. 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 Это для каких Z? Если… Вот это для каких Z оно будет больше 1, 2? Если для любого Z, такое, что модуль Z больше k. Хорошо. Пусть так. Ну, теперь рассмотрим все выражение Z в n-ной умноженное на всю эту скобку… Для этого… Минуточку. Для выражения Z в n-ной на всю эту скобку есть обозначение у нас какое-то. Да. P от Z. Да. Рассмотрим его модуль. И это равен… Ну, сразу напишем, что это больше или равно… Ну, даже больше напишем, потому что у нас строгое равенство. Строгое неравенство. Так. Напишем, что это модуль Z в n-ной на 2. А это… А при каких Z? А все… Нет, ну это уже отсюда не видно. При Z таких-сяких. Но для любого Z, у которого модуль больше k. Ну, вот напишите, вот после вот этого напишите, если модуль Z больше k. Угу. Да не надо этот квантер. Ну и вот. Напишите, если. Хорошо. Хорошо. А то трудно понять будет. И Z двоеточие… Если и Z двоеточие тоже не нужны. О, отлично. Так. Хорошо. И мы знаем, что теперь Z модуль в n-ной стремится к бесконечности, при модуль Z стремящемся к бесконечности. При модуль Z стремящемся к бесконечности. Значит, все это выражение модуль 5Z стремится, тоже стремится к бесконечности. Хорошо. Да. Мы доказали это утверждение, которое нам будет необходимо в основном доказательстве. Я еще сформулирую одно утверждение, которое называется принципом максимума и минимума модуля, но я сформулирую только для минимума. А давайте вы сотрете вот эти вычисления тоже, а то неаккуратно все смотрится, а они вам уже не нужны абсолютно. А если… ну мы говорим 5z, не имеет нуля, то есть не имеет корня в u, так минутку, минутку, что такое u? в открытом новосте u, то он не достигает глобального минимума u. Так, что-то я не понимаю, Юрий Михайлович, а вам понятно? А, извините, я должен говорить, что функция имеет нуля, то она не достигает, а в открытом множестве у нее нет наименьшего значения, утверждение. Утверждение понятно? Нет, пока раньше было написано P от Z, это вообще было непонятно. А, нет, он даже называется минимум модерн. Ну и что? Называется все равно надо правильно писать. Вот. И из этого утверждения будет следовать основное теоремо алгебры. и сейчас уже передаю слово Анне, она будет продолжать наши доказательства. Я выключу доску. Ой, и теперь они все будут с нулеписи? Ну хорошо. Да, придется. Ну что поделаешь. Ой, Аня вас очень плохо слышно. Она нас практически не слышно, очень квакает микрофон, надо либо ближе его к картоне. Может быть, вы можете маску снять, или у вас там еще много народу? Ну давайте попробуем. А вот так слышно, кстати. Теперь нормально. А, ну тогда можно снимать, наверное. Да, если не хотите, можете снимать. Хорошо. Да, нет, маски я сделаю. Итак, было сформулировано утверждение о принципах максимума модуля. Так, так, так. Было сформулировано утверждение, дальше опять ничего не слышно. А у вас включен только один микрофон? У вас такое впечатление, что наводка идет от микрофона на динамику наоборот? Ну сейчас да. Сейчас один микрофон точно. Сейчас только один микрофон. Сейчас это все нормально слышно. А тут опять что-то какое-то ехать. Ну хорошо, давайте попробуем. А сейчас нормально слышно? Пока да. А, все, хорошо. Ну попробуй что-нибудь содержательное сказать, может быть, тоже будет слышно. О том и только это самое. Да, было сформулировано утверждение про принцип максимума и минимума модуля. И давайте сделаем еще одно замечание, из которого, собственно, будет следовать основная теорема алгебры. С помощью которой мы сможем вывести основную теорему алгебры из пунктов 1, о которых рассказывал прежде мой коллега. Сейчас ваша логика такая. Сначала выведете основную теорему алгебры, а потом расскажете, почему эти пункты правильные. Да. Я сначала выведу основную теорему алгебры, а потом докажу утверждение. Да. Итак, давайте докажем, что из первого утверждения заявленного, то есть из того, что предел при модуле z, стремящемся к бесконечности, модуля p от z, то что он тоже равен плюс бесконечности, из этого следует, что p от z имеет глобальный минимум на множестве комплексных чисел. Видимо опять же модуль. Да. Имеет глобальный минимум. Чуть-чуть, наверное, это надо пояснить, потому что максимум он, как раз, не имеет. На c. Так что сделаю. Что он имеет глобальный минимум на c. Почему? Да. Сейчас мы это докажем. Пусть у нас p от z не имеет корней. И пусть у нас есть такое множество d, ну, по сути, это единичная окружность. Она состоит из таких z, что модуль z меньше либо равен единичке. Я бы это назвал единичным кругом, но вам, конечно, виднее. Ну, да, единичный круг. Вот. Тогда у нас получается, что модуль нашего многочлена, он имеет минимум. То есть он меньше либо равен какого-то числа m. Потому что наша функция p от z, она непрерывная, а вот это множество – это компакт. Вот. Давайте я это напишу. Так как нам известно, что предел при модуле z, стремящемся к бесконечности, и p от z также равен плюс бесконечности, мы можем утверждать, что существует такое r больше нуля. что если модуль z больше либо равен этому r, то у нас наш многочлен p от z, его модуль, он будет больше либо равен m плюс 1. Ну или просто больше m. Теперь давайте рассмотрим еще один круг. Такое множество будет. На этот раз мы выбираем такие z, что модуль z, он меньше либо равен r. к тому самому r. Да, к тому самому r. И опять-таки мы говорим, что у нас функция p от z, она имеет минимум. Ровно по той же причине, по которой имеет минимум вот этот круг. То есть у нас опять-таки это множество компактно и p от z непрерывно. Она имеет минимум, и этот минимум, он будет меньше либо равен m. Поскольку как раз-таки вот в этом круге поменьше, у нас есть минимум, и он ограничен числом m. Следовательно, на большем круге он тоже будет ограничен числом m. А, вы имеете в виду, что r больше единицы? Просто вы, наверное, сказали, а я прослушиваю. Да, я не знаю, сказал привет. r больше нуля, но больше единицы. Да, да, да. Вот. И тогда из этого будет следовать, что этот минимум, он глобальный. Таким образом мы доказали, что из первого нашего утверждения следует то, что многочлен p от z по модулю имеет глобальный минимум на множестве комплексных чисел. Вот. Но у нас было… То, что в анализе называется собственная функция. Право область любого ограниченного множества компонентов. Любая непрерывная собственная функция имеет в виду. Граждане, а теперь я, с Ваше позволение, все-таки объясню, почему это очевидно. Ну, почему эта очевидность выводится с пункта 1. Все-таки давайте вспомним, что мы первый курс топологии уже… Один курс топологии уже прошли, второй проходим. Так вот, давайте рассмотрим одноточную компатификацию комплексной плоскости точкой бесконечность. Так? Тогда из того, что модуль p от z стремится к плюс бесконечности при модуле z стремится к бесконечности, следует, что p от z продолжается до непрерывного отображения из вот этой компатифицированной комплексной плоскости c плюс бесконечность в r, к которой добавлена точка плюс бесконечность. Вот. Потому что эта комплексная плоскость бесконечности связана, поскольку это сфера. Так что образ будет прямо-таки интервал. Ну, вот в той точке, в которой наименьшее значение… Вот в той точке, в которой левый конец интервала, в ней и достигается минимум. Собственно, тут даже не от минус бесконечности, p же не отрицательно, а от нуля до плюс бесконечности включительно. Понятно? Вопросики задавайте. Ну, то есть, вот как сказано, это нормально. Это правильное доказательство, но просто с другой стороны мне хочется, чтобы вы потихоньку учились этому более, так сказать, цивилизованное и менее вручную делать. Юрий Михайлович, может, надо что-то добавить? Нет, я думаю, продолжать. Минирум так минимум. Ну, хорошо. Тогда продолжать. Хорошо. У нас было второе утверждение, которое гласило, что если p от z не имеет корней, то вот эта функция она не может иметь глобальный минимум. Соответственно, мы доказали, что у нас p от z имеет глобальный минимум. И если мы считаем это утверждение верным, тогда из этого следует, что p от z имеет как раз хотя бы один корень. Это ровно то, что нам нужно. То есть это будет прямым доказательством основной теоремы алгебры. То есть мы доказываем противоположное утверждение. Из этого следует опять-таки противоположное этому утверждение, если мы считаем его верным. То есть таким образом мы докажем основную теорему алгебры. От противного, проще говоря. От противного, да. Ну, теперь давайте, собственно, докажем это утверждение. Какое? Вот это вот, про корни. То есть, что если p от z не имеет корней, то функция не может иметь глобальный минимум. Давайте. Только вы запишите утверждение, потому что пока что оно... Подождите, оно записано. Все, извините. Это я проворонил. Оно записано. Все хорошо. Спокойно рассказывайте дальше. Давайте его докажем. Доказывать мы будем от противного. Да, то есть у нас все доказательства исключительно от противного сегодня. Так получилось. От противного. Пусть у нас есть глобальный минимум, и мы зовем его а. Ну, это не минимум, а точка, в которой достигается минимум. Да, точка, в которой достигается он. Тогда давайте представим наш многочлен p от z следующим образом. Представим его как p от a плюс z минус a. От этого ничего не поменяется, если мы раскроем скобочки. Вот. Тогда он у нас примет такой вид. Не поместится. А, нет, поместится. Поместится. Извините, что я все не попаду. Что-что? У нас а и т коэффициенты, а а – это точка, в которой минимум. Да. Да, тогда он примет такой вид. Следовательно, если мы внимательно посмотрим на него, то… Ну, если мы раскроем скобочки, то получится, что… Секундочку. А что их раскрывать? А плюс z минус a – это z. И раскрывать нечего. Что вы понимаете под раскроем скобочки? Это закрыть обратно. Ну, это… Нет. Юрий Михайлович, ты серьезно считаешь, что я не понимаю, что происходит? Я хочу, чтобы Аня рассказал понятно. Я имею в виду, что если мы возведем в степень то, что у нас здесь есть, у нас тогда получится, что свободный член… Так что такое возведем? Ну, получится z степень n, я не понимаю. Что такое возведем в степень? Я реально не понимаю. Ну, то есть перепишем многочлен в виде… где переменные… где корт… ну… от z минус a. Многочлен от p… z минус a. Ага. Вот. То есть z минус a считаем новой переменной и не трогаем. Да. Ничего не сокращаем, ничего не раскрываем. Вот. Спасибо. Вот это понятнее немножко. z минус а не трогаем, а скобки все-таки раскрываем. Потому что нам важно, что они там… как будет a плюс новое переменное… Ну, если еще и скобки не раскрывать, то вообще ничего не изменится. Нам же нужно как-то сдвинуться с этой мертвой точки-то. Ну да. У нас тогда получится, что свободный член нашего многочлена будет равен p от a. А почему? Потому что… Напишите, что получится сначала. А то даже не до конца понятно, какой свободный член. Напишите, что получится, потом обсудим. равняется… Ну, собственно, равняется a0 плюс a1 на a плюс a1 на z минус a плюс a2 на z минус a плюс a2. Множить на a2 плюс 2a на z минус a плюс z минус a в квадрате. Так. Так. И у нас… Ну, давайте… Еще упростим. Что вы делаете? Зачем вы раскрываете эти скобки? Мы сейчас все погибнем, если вы их раскроете. Ну, я просто хотела сказать, что у нас получится… Ну, почему p от a получится? Нет, минутку. Нет. Вы пишете 1z. То есть, вы начинаете раскрывать скобки вопреки тому, что обещали. А0-то было нормально. Начните с новой строчки, может быть. А тут все равно справа место мало. Просто я хочу, чтобы народ увидел, как именно мы собираем и группируем слагаемое. Баланс скобок нарушен. Баланс скобок нарушен. Сейчас, сейчас. Сейчас компилятор ошибочку выдаст. Так. Ну, хорошо. А так… Так не нарушено. Вот. И все равно пока ничего не понятно. Ну, у нас получается, что… Ну, вот первый член – это А0, потом А1 умноженный на А, потом А2 умноженный на А в квадрате и так далее. Вы пишите равенство. Аня, пишите равенство. И там можно приговаривать все, что вы считаете правильным, но равенство пишите. Потому что слова, они же в воздухе, растворяются. А равенство – вот оно на экранчике. Вот. Можно видеть. Так, 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 так. Плюс подойти. Ну, тут вы даже не все скобки раскрыли с того, что уже написано. Так тоже не дело. Нельзя ничего видеть пока что. Ищи. Вот лично… То есть, если бы я не знал всего этого заранее, я бы сейчас ничего не понимал. Просто покажите, как вы раскрываете скобки, как вы группируете. Так. Так. В квадрате. Все прекрасно. Все замечательно. Плюс 0. Точно так. Равняется. Ну, группируйте теперь. Пока что ничего не понятно. Просто я хочу понять, как вы группируете слагаемое. Что? Кто? Ой. Нет, 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 нет. Сейчас. Кто? 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 Расследовала. Нет. Нет. Как так? В этот раз, в какой-то момент, если бы мы заказывали записывание, в последние надписище�, детям, что не было бы с тем, чтобы сделать декой, ну какая наша цель этого преобразования тут свободный члена 0 это понятно что ничего не понятно пока что я помогу да конечно на той ассистент вы не можете на той же доске написать ну так прекрасно то что здесь написано но мы можем ой ничего себе так ну хорошо собственно вы сотрите сначала все прибудется на свободное место а потом рассказывать сюда ты тут откуда мы взяли ценой ничего не понял вообще и вы как-то торопитесь сильно так вы теперь это все погибло нет но сейчас останется стереть то что было выше и мы достигнем высшей степени просветления нет расскажите пожалуйста как раскрываются скобки как группируются слагаемые не ответ напишите это неинтересно я не не пытаюсь сразу написать пытаюсь вы уже написали две абсолютно непонятно откуда взятшуюся буквы и непонятно что значит и нет так так дела не делаются ну мы можем начать то есть вот в этом равенстве мы получим ну как мы это получим представить его видим начало от хорошо а почему так можно получить как мы это получим что-то тоже я тоже не понял вопрос а а значит как мы можем заменить переменную получить другой многочлен если c0 или c1 какие-то коэффициенты пока никак не связаны с аитами но трудно угрожать напомню но не понятно чем добиваемся поэтому хочу понять чем добиваемся мы пытаемся заменить переменную и что утверждает какие-то коэффициенты нам неизвестны секундочку пока что на пока что пишется верное равенство вот справа вот справа и справа справа знака да это чистейшая правда дальше получить теперь как мы его получим мы раскрываем да ну вот 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 покажите как то делается секундочку откуда 2 взялось нет 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 так так ничего не выйдет юрий михайлович может вы расскажете теперь мы хотим получить мы хотим представить это вид многочлена от z минуса бывший многочленов выяснить какие у него какие у него я просто слабо планшета а без планшета сейчас какие у него будут коэффициенты произвольные нет ну значит мы хотим объяснить почему его можно так представить виде многочлена от z минуса почему это будет многочлена ну я это не понимаю что ты что ты имеешь ввиду потому что я это не понимаю ну значит почему если нам не нужна никакая информация о коэффициентах нового многочлена то я не вижу здесь утверждения заменили переменную и получили новый многочлен нет утверждение что стоит такой многочлен q что p от z равняется q от z минуса ну если что взамен переменной двиг переменной не выводит нас из класса многочленов ну если мы будем раскрывать стопки о господи так ладно значит ну мы можем при раскрытие скобок у нас получится что у нас сейчас я запишу ну тут причем уже написано уже это раскрытый лишний вскок тут уже бог знает что написано ну один из возможных ответов на этот вопрос такой что вообще существует формула Тейлора кэффициентом до конечная это же не просто так на конечные дополнители его производные в нуле там можно какие-то какие-то факториалы правильно ну деленное на эти факториалы на коэффициент этого нового многочлена это оказалось по производной p в точке а деленное на те же самые факториалы ну значит сколько этих производных не нулевых конечное число у нас получитсяmer на многочлен Ну, я бы сказал, что мне не видно, честно говоря, чтобы докладчики это понимали. Ну, ладно, раз ты решил этого не добиваться, то бог с ним. Напишем, что это многочлен от Z- и успокоимся на этом. Вопрос, что нам про этот многочлен надо знать, мы же не просто так это... То, что это многочлен, той же степени. Ну, если так, то это все-таки, видимо, очевидно. Ну, вот к кому как? А если нам нужно... Нам нужно что-то по этому расчлену. Нам нужно это. Хорошо. Ты спрашиваешь, я тебе говорю, что нам нужно. Так. У нас просто получится при раскрутии скобок, то есть у нас будет все... У нас будет действительно либо многочлен P от А, потому что вот здесь А нулевое плюс А1 умножить на А, плюс А2 умножить на А квадрат и так далее. А остальные члены у нас будут зависеть от Z-а. То есть у нас обязательно в множителях будет Z-а. В общем, короче говоря, давайте мы на это дико много времени угробили. Значит, давайте я скажу. Дальше мы соберем все члены с Z-а и вынесем за скобку Z-а. Затем все члены Z-а и квадрат. Вот-вот-вот. Плюс и т.д. Так. А что дальше-то все, Вань? Да. Я же сказал, что нам здесь что-то нужно. Нам нужно простое, но самое важное для нас утверждение. Свободный член нового многочлена – это P от А. И еще нам нужно. Ну да. С1, С2, видимо, нам не нужно ничего, действительно. Ну, что не все нули. Что не все нули. Даже CN не нули, я бы сказал. Что на явной степени они имеют. Ну, это какая разница? Ну, нам здесь нужно, чтобы хотя бы одна цешка была не нулевая. Да. Ну, пусть хотя бы одна цешка будет не нулевашка. Да, да, будет не нулевая. Хорошо. Вот. Тогда, чтобы доказать утверждение, вот это вот наше утверждение, нам нужно найти такое Z. при котором у нас P от Z по модулю будет меньше P от А по модулю. То есть у нас мы заявляли А как точку, в которой достигается минимум. И если мы докажем, что это неправда, то есть что у нас будет такой Z, при котором он будет еще меньше, а не будет являться минимум, и таким образом это будет неправда. И мы добьемся чего хотели. Вот. Как мы это сделаем? Как мы будем искать это Z? Давайте рассмотрим два случая. Секундочку. Давайте вы напишите еще раз это разложение. P от Z равняется P от А плюс... Потому что вы сейчас будете к нему ссылаться, а его никто не видит. Да, давайте напишем еще раз. Так, хорошо. Записали. Теперь рассмотрим два случая. Первый случай... Ну, как бы мы предположили, что хотя бы одна C-шка, она не ноль. Но пусть у нас она одна будет только. То есть P от Z будет принимать такой вид. Какая-то катая C-шка. Такой частный случай. Да, частный случай. Мы знаем, что... Давайте представим это все на плоскости. Как это будет? Пусть у нас вот эта точка P от А. И это будет такой векторочек из нуля, направленный в ту сторону. Мы можем представить комплексные числа в таком виде. И теперь давайте скажем, что вот пусть у нас... Ну, вот этот вектор мы уже обозначили. Обозначим вот эту часть тоже за вектор. Но так, чтобы он был поменьше. То есть, например, где-то так. И направлен в другую сторону. И тогда вот этот кусочек... Это будет, собственно, вот эта часть. А так можно? Да, так можно сделать. А почему? Мы сейчас как раз найдем такое число, что так можно будет сделать, что он действительно будет меньше, и что он будет направлен в другую сторону. В противоположную. В противоположную сторону, да. Других-то много, а противоположная одна. Да, в противоположную сторону. Как мы это будем делать? Но для начала мы представим Z-A в комплексном виде. Следующим образом. Следовательно, у нас получается, что мы можем записать вот это выражение. Вот так вот. Вот так. Тогда у нас аргумент этого выражения. Ну, аргумент вот такой штуки. будет равен аргументу P от A плюс P. Ну, почему? Потому что... Вообще, минутку, минутку, минутку. Вообще ничего не понимаю. Аргумент P от A плюс P в скобках две во скобке стоят. Ну, вот. Вот. P, это, наверное, все-таки аргумент на них комплексного числа. Правильно? Поэтому скобки стоят вот так. А, да. Пусть, Юрий, я бы убрал пример. Да, сейчас. Вот. Здесь мне не хватает, что здесь ни скобок, а квантеров. Это для какого фи, собственно, для любого фи, или существует такое фи, или, собственно, хочется. Ну, мы представили Z минуса в таком виде. А, фи у нас вообще одно навсегда, да? А, фи у нас вообще фиксировано. Да. Ну, тогда это разница либо имеет место, либо не имеет. Точнее, мы найдем такое фи. Если мы найдем такое фи, ага. Вы найдете такое фи, или что же самое такое Z, да? Поскольку фи – это аргумент Z минуса, да. Существует такое фи, что? Не то же самое, потому что у нас R еще нет. Ну, это да. Ну, да. Найдем именно фи. Фи. Значит, мы сначала найдем такое фи, чтобы вот это было правдой. Ищем такое фи. Да. И теперь мы хотим найти такое R, что у нас будет… Нет, теперь ищем R. Правильно, фи уже нашли. Как мы нашли? А как мы его нашли? Я что-то не понял. По-моему, мы его еще ищем. Ну, действительно, совсем понятно, что такое фи существует. То, что про CKT мы не знаем ничего. И мы, по крайней мере, ничего не говорим. Это зависит от CKT, иначе вообще бы его можно было указать. Почему такое фи существует? Такое, что аргумент этого произведения, кто-то и е, в той степени. Да, CKT, кто-то известный комплектное число, да? Правая часть стоит что-то фиксированное. Ну, у нас, кроме фи, все известно. Ну, хорошо. Почему такое фи можно найти? Ну, да, я понимаю, что вы согласны, что это уравнение, но почему это уравнение? Разреши. Если я не откормлю. Ну, у нас P от А – это вот этот вектор, как мы его обозначили. Вот. А CKT умножить на Z минус АКТ – это вот какая-то часть. Да, очень хорошо. Вот, и, ну, как бы, если мы рассмотрим в таком виде, то есть это вот P от А наш, а это у нас вот эта вторая часть. В этом-то и вопрос. Почему удастся подобрать такое фи, чтобы эта вторая часть торчала куда надо? Она же зависит от Z, которая торчает в разные стороны. Она может торчать вот сюда. Почему у вас найдется такое Z? P от А ничего не зависит от константа. А вот эта штука зависит от выбора Z или от выбора φ, там, ну, чего угодно. Ну, это одно и то. Ну, то есть, направление – это одно и то. Вот. Почему удастся найти такое φ или такое Z, что они действительно торчат в обратную сторону? Мало ли что, тут какой-то CKT. А вдруг при некоторых цикадах это неразрешимо. Другой, а почему это уравнение имеет решение? Это уравнение на Филов, почему оно имеет решение? Подсказка. Потому что оно линейное. Но напишите его, явно не линейное. Тут стоит аргумент произведения. Что тебе надо сделать? Произведение комплексных чисел. Если бы здесь CKT не было, то было все понятно. Потому что аргумент Е в степени кофи – это просто кофи. Ну, и просто получается кофи равно известному числу на К разделили и все. Вот. Но здесь еще ЦКТ стоит. Как вот эта штука, аргумент CKT на гео в степени кофи, зависит от кофи? Чему равен аргумент произведения? Чему равен аргумент произведения? В сумме аргументов? сумме аргумента да да что вы пишем аргумент чего от цикатова цикатова плюс аргумент экспонента чему равен такой экспонент просто кофе да и это должно быть должно равняться какому-то известному числу потому что не важно чего оно равно этот аргумент по а плюс пи там ради бог смотрите вот этот у нас константа какое число какое него цикат 10 поэтому аргумент у нее есть в порядке это тоже константы у нас получилось линейное уравнение на фи которое получилось бы не линейно могло бы и не имеет решения квадратное уравнение без каждого и все а здесь не так это линейное уравнение поэтому не за пока и найдем кстати говоря вот у меня еще вопрос а где мы использовали здесь что ck не равно нулю ну мне кажется один и тот же вопрос рассматриваемся если ck равно нулю то это нулевой вектор ну и и что а где рассуждение наш не работает а мы должны найти такое ну процент что модуль нет где наше рассуждение с нахождением аргумент не работает я вам одно вы не отвечать на задный вопрос это неправильно но тогда у нас получится что аргумент будет равен кофе нет не это у нас получится а я извините но аргумент 0 вот он нет такой вещь как аргумент 0 вот все и прелесть аргумент как логарифм так хорошо значит аргумент нашли фима нашли до причем заметим что фи фактически одно ну так оно не 1 его его к штук но это неважно достаточно того что есть хотя бы да теперь нам нужно найти r такое что ck t умножить на r степени к будет меньше чем 1 4 от по модулю такое найдем да и тогда у нас получается из всего этого что p от z по модулю будет больше либо равен трем четвертом p от а вот ну потому что это у нас максимальное значение вот совершенно бесполезная оценка снизу маленький юрий михалович она на следующем шагу же понадобится как когда есть когда пример не вручная настоящий да окей вот и на следующем шаге да мы как раз таки говорим что ну вот какой следующий шаг да но вот следующем шаг на следующем на следующем шаге мы как раз должны получить что p от z по модулю меньше p от а по модулю потому что у нас поскольку p от z меньше трех четвертых от p от а у нас p от а это вот этот вектор вот значит p от z он сейчас ну вы сформулируете какой второй случай общий общий случай это когда после этого цикла назад на завкаты есть еще не левые слагаем а ну да это это общий случай будет да и почему в этом случае можно по-прежнему подобрать такое z минуса чтобы чтобы не испортилась вот это да ну в общем случае нужно еще 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 одна идейка маленькая да в общем случае мы можем сейчас я подумал как это сказать покороче ну у нас есть пусть у нас есть такой предел сказать но у нас да собственно три четверти даже не очень при нужны да вот такой предел 0 значит собственно говоря тут даже действительно юрий михайлович прав эти три четверти не шибко то нам нужны но мы можем мы можем провести оценку то есть что что вы делаете сейчас ну я хотела привести оценку которая позволила бы нам как раз таки сказать что в общем случае ничего у нас не испортится здесь ну да подождите ну так для этого так для этого достаточно знания что это предел нуль это означает что при модуль z минуса достаточно мало модуль от брошенной части скажем не превосходит одной второй модуль от цикаты на z минуса в катую да 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 я как раз вот это и хотела сейчас написать а о извините это ck плюс один просто так неаккуратно написалось я и правильно вас понял тут час на крайняк продержимся вот при модуль z минуса меньше епсел напишите при прям словами не стесняйтесь при модуль z минуса меньше епсел вот ну и теперь можно взять z минуса равняется понятно чего можно взять так ну мне то что ли экран захватить посмотрите вот теперь пусть у нас теперь ой так почему она не пишет так сейчас секундочку я разрешу сейчас мне написано что вы можете осуществлять правление экраном анна сурина а вы можете я нет нужно ткнуть в верхнюю часть доски там вылезет меню и мне надо выбрать что-то типа комментировать а комментировать ооо комментировать ооо вот 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 и это кстати можно сделать на любом экране вот 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 отлично значит посмотрите теперь мы берем ну давайте тут давайте будем еще рисовать не меньше пусть будет меньше либо равно и все так а рисовать видимо вот так вот меньше либо равно и все так вот ну и теперь смотрите теперь возьмем z минус а равняется эпсилон е в степени и фи и ой 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 вот теперь я знаю как курицы лапы рисуют значит z минус а это эпсилон е в степени и фи теперь посмотрите p от z равняется p от а плюс cк на z минус а вката это вот здесь вот да плюс еще вот этот остаточек который у вас тут который вот который у вас тут сверху да в числителе но он по модулю не превосходит половинки вот этой жирной стрелки так что мы все равно останемся вот где то вот здесь вот внутри круга с центром здесь и радиусом половинка длины этой жирной стрелки и все эти точки будут ближе к нулю чем p от а вот как то так да то есть мы больше не ищем специальное z у которого там мы его нашли в нужную сторону да уже в какую сторону нам все равно да мы просто говорим что то что добавляется оно ничего на самом деле нет то есть мы сначала мы сдвигаемся в нужную сторону а потом добавляем этот поправочный член но он маленький вот как то так и между тем звонок что ли прозвенел нет к сожалению да но у нас просто через сколько здесь следующий следующий доклад но некоторый перерыв желательно сделать вот ну хорошо какие то есть комментарии это у кого у тебя у меня ну кстати она интересна тем что оно очень непривычное доказательство совершенно не похожее на те которые которые там были в курсе топологии тут собственно говоря немножко топологии есть все равно а именно в том месте где мы доказывали что у многочленные из минимумов доказывают только топологическими методами а именно со ссылками на компакт ну такими вот и больше никакой топологии здесь нет все остальное чисто аналитическое доказательство что особенно смешно учитывая название теоремы вот но не ну как бы еще хочу сказать что на самом деле это доказательство вот его в старые добрые времена печатали в учебниках алгебры тип там курс курс высшей алгебры там собственно говоря так выводился с двух лет первое значит что модуль что предел модуля под зад равняется бесконечности только там не говорилось слово предел это же курс алгебры назывался ну просто вот вручную формулирус называлась лемма возрастания модуля многочлена и второе что вот что от неналевого значения можно уменьшить назвался лемма д'аламбер и доказывался в общем я помню что я в детстве это читал ничего не понимал вот на самом деле имеется в виду это принцип минимум модуля а также максимума это частный случай принципа который вы через год будете изучать в курсе комплексного анализа ой который кстати я и буду вести а ты уже знаешь что ты уже знаешь или просто его всегда нет я его не всегда к счастью веду но я уже знаю вот ну вот собственно вот а еще доказать этой самой основной тереме алгебры существует немыслимое количество есть есть такой спортом для лучшек курсника их коллекционировать их много разных они очень не похожи ну да ну хорошо вот как то так все спасибо докладчикам да спасибо действительно было интересно что-то трудности когда это надо еще было уметь вот потому что доклад готовился по порядок причинам в этой спешке и тем не менее вполне страшно подготовиться спасибо вот тогда мы сейчас прорываемся все выходим а потом заходим еще раз чтобы слушать второй доклад потому что иначе у нас не получится с записью я знаю проблему ну все вырубай тогда хорошо тогда всем ненадолго до свидания я в котором часа вернуться то юрий михайлович в 14 в 14 не та проблема вернуться спасибо до свидания спасибо до свидания Спасибо.